александр приветствую тебя после новогодних праздников уже в новом 2022 году приветствую тебя артем здравствуйте дорогие друзья мы вновь с вами и посмотрим как обстоят дела на финансовых рынках да это точно очень рад то что мне удалось обсудить совместно с собой технические фундаментальные составляющие которые есть на рынке потому что сейчас новый год принято считать опять же конечно же новые возможности но многие из этих возможностей они все-таки еще если говорить о фундаменте тянутся с прошлого года тем более что я на своих а ежедневных аналитических брифингах рассказывал я неоднократно что в этом году может быть очень хорошая база создана для такого долгосрочного вставления курс американского доллара сегодня ну традиционно давай начнем с меня тогда сейчас конечно же рынке чем раскачиваются ну точно ликвидность уже вся собралась всех хотел отдохнуть уже отдохнули поэтому остается только лишь ориентироваться на какие-то фундаментальные триггеры события и ждать соответствующей отдачи на эти события соответствующей реакции рынка а я сейчас рекомендую всем особо не распыляться на какой-то большой набор финансовых инструментов а сейчас целом настроение остается неоднозначными и до тех пор пока не появится какой-то более-менее четкой конкретной установки я думаю что она будет только лишь с фактическим решением предрезерву по полностью спорачивая программа количественного смягчения или повышения процентной ставки работать точно скажем даже в рамках каких-то среднесрочных ожиданий я сегодня давать демонстрацию краном перейдем как раз хочу предложить несколько сделок это по европейской валюте против доллара потому что я довольно оптимистично смотрю отношения доллара индекс доллара и евро доллар в принципе у них практически стопроцентная корреляция также рекомендую обратить внимание на пару доллар иена и золото ну можем начать с европейской валюты как я уже сказал что сейчас очень важно смотреть на какие-то локальные фундаментальные события попробовать их использовать в качестве какой-то дополнительной вводной для принятия решения торговли сегодня 1320 если ориентироваться на московское время состоится вступление кристина лагарда которая является главателем европейского центрального банка и cbm так же как и фрс так же как и банк англии сейчас интересны тем что они сами до сих пор не могут определиться с тем как им нужно какие сроки полностью оказаться экономических стимулов и уже начать ужесточать монетарную политику в отношении фрс и банк англии там свои стоят там все-таки разговоры больше о том что стимул нужно сократить прямо ближайший квартал и активно начать ужесточить монетарную политику вот в отношении еврозомли соответственно европейского центрального банка здесь не все так однозначно не все так понятно и и cb исходя опять же с той ситуации которая сейчас имеет место быть из-за микроны покажут не торопится решать экономику всех мер поддержки которые действуют то есть по сути и cb это последний регулятор который сохраняет сверх агрессивную мягкую экономическую политику я сегодня жду от лагард что она также сообщит то что нам известно было еще месяц назад о том что 2022 год это не год роста процентной ставки я честно говоря хочу продать евро и принципе продаю европейскую валюту уже долгий период времени но евро так как и индекс доллара ходит довольно узком и проложительный период времени на узком коридоре который вот фактически даже по границам видно 96 60 95 80 по европейской валюту то же самое это движение это один 13 81 12 80 и вот в этом коридоре инструмент болтается уже один месяц я думаю что развязка будет очень скоро уже скоро произойдет близка фактически и сейчас рекомендую уже искать точки входа качестве таких могут быть значение как раз один 13 85 21 14 сопротивление чтобы продать оттуда но мне кажется что более вероятность таких сценарий это уход с текущих уровней ниже ниже поддержки 11 13 и вот там уже друзья нужно действовать открывать шарты с целями один 12 ниже доллар японская иена мне интересно потому что это мне очень понравилось сравнение вот на блумберге я абсолютно с ним согласен то что доллар иена это фактически отражение монетарной политики американского регулятора и зеркальное отражение на фьючерсов на процентную ставку сейчас после последних данных он он фарм фэрлс после протоколов которые были на прошлой неделе ясно что фреса возможно в марте уже получит процентную ставку это приводит к тому что сейчас роли рует доходности американских трежерс и если накинуть опять же динамику долгового рынка на ситуацию с парой доллар иена то здесь вырисовывается довольно однозначный сценарий того что пара доллар иена может продолжить восходящее движение потому что американский рынок долга скорее всего сохранит этот бычий тренд и десятилетки точно уйдут про 2 процентов я здесь предлагаю действовать сначала дождаться закрепление выше уровня 115 50 и уже вот в коридоре 115 50 115 80 где-то в этом диапазоне 30 пунктов принимать решение об открытии ланга с целями которые транслируются морган стэнли бэнков америка из сети роста первом полугодии этого года до отметки 118 119 ен за доллар и еще ну можно сказать что тесно связано с той идеей который только что озвучил золото рынок драгоценных металлов золото всегда конкурирует с американским рынком долга поскольку есть ожидание роста трежерис конечно же на фоне восстановления облигации и рост доходности золота будет проигрывать вот опять же с 1 января доходности десятилетних облигаций выросли на 25 процентов если сравнивать диапазон 1 и 5 и 175 что сейчас а золото за этот период времени свалилась 1830 вот фактически до уровня которые даже можно сказать сейчас вот 1810 все равно это ниже чем мы видели в начале этого года то есть ну очевидно здесь теряют деньги американский рынок долга облигации это тот где можно заработать я думаю что тенденция сохранить поэтому золото после небольшой консолидации после очередного теста поддержки 1800 долларов за тройскую унцию все равно разобьет на мой взгляд нисходящее движение и улетит в район 1770 долларов за тройскую унцию это опять же моя одна из основных рекомендаций торопить золото даже вот александр на ближайшую неделю до следующего нашего с тобой эфира потому что завтра будет а точнее сегодня следом за лагард будет выступать еще джером паул который также может просигнализировать о том что он не собирается отказываться от планов ужесточения политики и это приведет к потенциально к росту доллара и соответственно к снижению рынка драгоценных металлов и золота том числе слово тебе передаю благодарю по золоту кстати я принципе смотрел сегодня с утра также неплохо выглядит для ланга но с учетом того что инструмент зажат в очень узком диапазоне и тяжело ему ходить на самом деле ему нужны действительно реальные драйверы для роста либо снижения золото очень любит ходить по тренду то есть выше чем 1850 возможно 1870 я пока цели не вижу и это немножко расстраивает так как рынки вот ты правильно заметил нужно торговать действительно точечно нужно торговать избирательно почему нельзя сейчас набирать позиции сидеть долгосрок и думать о том что все наладится и принесет нам успех конечно же нет и сейчас я пока постараюсь вам показать и дать несколько торговых идей которые на мой взгляд выглядит более или менее предпочтительными на сегодняшний день и я сейчас ими постараюсь поделить вот то что мы с тобой говорили по золоту как раз вот ближайшие цели в районе 80 50 870 там чуть выше мне на текущий момент нравится шорт пары доллар рубль потому что у нее уже есть какой-то локальный тренд вниз формировавшийся с прошлой недели еще сразу же после нового года и цель движения может служить семьдесят четыре пятьсот шестьдесят пятьсот там семьдесят четыре шестьсот это по фьючерсу на пару доллар рубль плюс мы уже с утра пробиваем все возможные поддержки которые были сформированы предыдущий день мы обновляем лаи локальные соответственно это дает дополнительный сигнал потому что инструмент скорее всего будет корректироваться и еще также это может служить поводом для того чтобы нефть продемонстрировала какой-то рост цель движения восемьдесят три доллара восемьдесят и шестьдесят это хайи которые пришли еще с октября месяца тоже очень очень выглядит интересно ртс бы я пока только наблюдал потому что у него есть нисходящая тенденция поэтому будем немножко смотреть дальше что касается криптовалютного рынка здесь произошло реально ожидаемое можно сказать ожидаемое почему потому что после невозможности пробития максимум мы с тобой в этом уже обсуждали практически каждый эфир наши встречи и формировалась вот такая вот ситуация понижательная давили очень сильно вниз и произошел этот импульс мы ударились в зону 42 как мы с тобой давно уже об этом говорили что цель движения снижение этого биткоина будет где-то 42 в этот момент мы видели произошли ликвидации вот в этой зоне потому что здесь произошел резкий набор позиции и не исключая что произойдет отскок по главному инструменту криптовалютного рынка это биткоин я бы на месте трейдеров не смотрел биткоина посмотрел бы эфир эфир потому что она стреливает быстрее у него потенциал роста лучше и он используется для комиссии на таких биржах openc он используется для комиссии сети metamask и эфировской сети metamask поэтому это инструмент который всегда будет актуальны для покупки и он может хорошо стрелить еще одна очень интересная идея долуна которая достигала отметки 103 долларов и очень хорошо скорректировалась на 30 процентов и здесь видите продолжается восходящий тренд он сохраняется и есть возможность купить по более выгодной цене нежели по 103 то есть для среднесрочной перспективы луна подходит очень хорошо солана и матик полигон матик также очень интересная перспективная монета и сохраняется восходящая тенденция нету никаких перелов просто идет коррекционное движение поэтому вот такие вот инструменты как эфир солана луна и матик я бы рекомендовал присмотреться для спекулятивной торговли луна возможно даже средний долгосрок и bitcoin если вы любите его торговать я считаю что он очень дорогой для торговли стопы по нему очень дорогие вот так же может продемонстрировать отскок и этот отскок имеет цель движения где-то порядка там дай бог дойдет до 50 тысяч будет хорошо пока что вижу где-то район сорока шести тысяч и так здесь будет как развергальный уровень а вот такие вот короткие и мимолетные идеи потому что давать долгосрочные прогнозы сейчас дело неблагодарно связано это с ситуацией на финансовых рынках неопределенностью и непонятными трендовыми движениями которые сейчас формируются это не шорт это не лонг поэтому будем торговать точечно стараться оставаться позиции кэш то есть вы зашли получили прибыль либо закрылись по стопу вышли в кэш сидите наблюдаете дальше для того чтобы сформировать будущем какую-то торговую идею артем тебе слово пожалуйста александр большое тебе спасибо за твой точку зрения ну что остается только наблюдать и ровно через неделю снова подведем результаты итоги посмотрим надеюсь что я самом деле тоже крипто энтузиаст и очень хочет чтобы рынок рос но надеюсь что все таки но уже скоро будет достигнута и мы увидим более-менее какую-то безумительную бычу динамику это было бы очень хорошо для всех крипто энтузиастов и всех крипто любителей которые проинвестировали в крипту и надеются на прибыль вот чего я вам и желаю в принципе в окончании данного эфира я хочу пожелать вам хорошей торговой недели отличного настроения увидимся с вами в следующий вторник спасибо еще раз и до скорых встреч пока всего доброго всего доброго